Девушки отдыхают И вот сейчас в первом часе будем говорить о юридических аспектах Как не нарушить закон в условиях ограничений, это первое Как нарушают закон в условиях ограничений, это второе И наши гости Наталья Костина, руководитель уголовной практики Кировского филиала Московской коллегии адвокатов Яковлев и партнер Наталья, добрый день Добрый день И Евгения Будко, помощник прокурора Кировской области по правовому обеспечению, рассмотрению обращений и приему граждан Евгения, здравствуйте Здравствуйте Мне, наверное, хотелось бы сейчас в самом начале немного по статистике сказать до того, как мы начали беседу Потому что 70 новых случаев у нас опять зарегистрировано в Кировской области за сутки А в Кирове 14 всего остальное К сожалению, в районах наибольший прирост заболевших в Малмышском районе 17 человек И в Вятскополянском 13 Я так понимаю, что вот этот прирост дают, видимо, те люди, которые с вахты вернулись, да? Да, накануне, кстати, прибыла большая группа вахтовиков из Якутии с месторождения, где как раз была зафиксирована вспышка коронавируса Но они отправятся в обсерватор, в отличие от предыдущей группы Которая из Сызрани, по-моему Которая, да, из Сызрани, мост отряд 46 Там 140 человек отправились по домам Как их домашний карантин отразится на эпидемиологической картине, узнаем, наверное, через неделю, да? Чуть позже Да, ну вот сейчас, кстати, мы говоря, будем как раз разбирать все эти истории В том числе связанные с принудительным помещением, там, вернувшихся из неблагополучных районов или городов граждан, кировчан И с тем, как они себя, да, должны в этой ситуации вести Но прежде всего надо напомнить, наверное, да, там, Евгения и Наталья, что 1 апреля вступили в силу изменения в кодекс об административных правонарушениях Которые вводят новые меры ответственности, ну, в связи с коронавирусом Уголовный кодекс, да, у нас тоже поменялся Появились новые статьи, изменения были внесены в уголовный кодекс Для обычных граждан Вот чем граждане в этой ситуации нынешней рискуют, если вдруг что-то нарушат? Ну, наверное, начнем с административной ответственности, да? Давайте, да, попроще сначала Как федеральным законом номер 99 ФЗ внесены изменения в кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях Согласным которым установлена административная ответственность за нарушение законодательства В области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения Совершенные в период режима ЧАЭС или при возникновении угрозы распространения опасного заболевания Либо проведения ограничительных мероприятий, ну, можно так назвать его карантин А также за невыполнение в установленный срок требования Органа, осуществляющего Федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор О проведении санитарно-эпидемиологических мероприятий Значит, соответствующие поправки внесены в статью 6.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях И также данный кодекс дополнен такой статьей 20.6.1 Вот, которая как раз предусматривает административную ответственность Итак, значит, за нарушение правил поведения Обязательных для исполнения гражданами и организациями При введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации Значит, граждане, должностные лица, лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность Без образования юридического лица Подлежат привлечению к административной ответственности По части 1 статьи 20.6.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях Значит, в случае нарушения пункта 2.3 Под пунктом 2.3 пункта 2 Постановление главного государственного инфекции Санитарного врача Об обеспечении режима изоляции в данный период, который у нас сейчас О выполнении требований по изоляции в домашних условиях А также о временном приостановлении посещения гражданами территорий общегородского значения Допущенное лицом прибывшим на территорию Российской Федерации из иностранного государства Будет ответственность по части 2 статьи 6.3 Это сколько? От скольки до скольки? По сумме, да По сумме, значит, если мы говорим о Как раз о части 2 статьи 6.3 То для граждан предусмотрена ответственность в размере от 15 до 40 тысяч рублей Должностные лица могут быть привлечены к ответственности в виде штрафа от 50 до 150 тысяч рублей Для индивидуальных предпринимателей предусмотрено наказание от 50 до 150 тысяч рублей Либо приостановление деятельности до 90 суток Ну и также могут быть привлечены юридические лица Там до полумиллиона Да, там до полумиллиона И также предусмотрена ответственность в виде приостановления деятельности Евгения, давайте вот по обычным по физлицам По гражданам О человечем, так сказать Не, ну просто предприниматели, мне кажется, они больше, наверное, более ответственно подходят За что можно получить вот этот штраф от 15 до 40 тысяч? Ну если мы переложим это все на Киров именно Ну если гражданин прибыл из иностранного государства, например, да Ему было выдано предписание Он должен соблюдать 14 дней вот этот режим самоизоляции Должен сидеть дома Вот, но он нарушил И его поймали за этим делом Ну да, этот факт был установлен Соответственно, он будет привлечен к административной ответственности по данной статье Были ли уже в Кировской области такие факты? Ну конечно, конечно, за весь этот период привлекались и граждане, и должностные лица За подобный вид правонарушения Ну, по крайней мере, возбуждались такие дела Поскольку суды у нас только не так давно стали, возобновили свою деятельность Поэтому сейчас они все находятся, эти дела на рассмотрении По судам пока еще нет Да, по судам еще пока нет Рано говорить, но я думаю, что в ближайшее время все это будет рассмотрено Но эти дела возбуждаются В том числе и в отношении граждан В общем-то, ну за это у нас ответственные органы внутренних дел в первую очередь Да, которые, ну как бы выявляют данные факты А смотрите, а как поступают с нарушителями карантина? То есть, условно говоря, человек нарушил карантин Ему выписали там некое предписание, не знаю, ну то есть, ну суда еще нет И он может по-прежнему гулять по улице Составили протоколы, суд будет выносить решение А принудительная уже какая-то госпитализация? Нет, нет, это поместить его не могут никуда, так как он вроде не болен То есть, он может продолжить Тут в Кирове еще ведь опасность в том, что, ну как сказать, опасность Проблема или там, да, особенность в том, что в Кирове, в отличие от Москвы Нет вот этого так называемого, как там в Москве говорят, цифрового концлагеря То есть, нет никакой системы, которая следила бы за этими людьми И все, собственно, на усмотрение этого человека И там, я не знаю, на сознательность его соседей, например Которые увидели этого человека в магазине, зная, что он должен дома сидеть То есть, тут ведь еще выявить каким-то образом должны вот этот факт нарушения Да, и каждому такому гражданину ведь мы не представим По правоохранителю не представим Нет, конечно, не представим, но я хотела бы как раз вот отметить Что в законе о санитарно-пезимологическом благополучии населения Предусмотрен такой момент, как обязательно госпитализация или изоляция То есть, ей подлежат больные инфицированными заболеваниями Но это если подтвержден уже диагноз Да, также лица с подозрением на такие заболевания И контактирующие с больными инфекционными заболеваниями А также лица, являющиеся носителем возбудителей инфекционных болезней Они подлежат амбулаторным обследованию, медицинскому наблюдению или лечению И если они представляют опасность для окружающих Будет предусмотрена обязательная госпитализация То есть, это вот то самое принудительное лечение, вероятно, да О котором говорилось у нас где-то, ну, в начале примерно мая, по-моему, да Про несколько случаев граждан, кировчан Которые с выявленным, как я понимаю, подтвержденным диагнозом Отказывались госпитализироваться И была принята... Ну, кстати, потом о них ничего не сообщали Ну, я думаю, что госпитализировали, пролечили и отпустили с миром Надеемся, по крайней мере, на это, да? Ну, они были, да, помещены в судебном порядке, получается, на принудительное лечение Ну, как можно пример, в принципе, привести как раз, который касаемо этих лиц О которых вы сейчас упомянули Вот Октябрьским районным судом города Кирова 26 марта еще С участием, конечно, прокурора Было рассмотрено административное исковое заявление Роспотребнадзора по Кировской области Гражданину о принудительной госпитализации, инфекционную больницу Значит, судом установлено, что 22 марта Главным государственным санитарным врачом по Кировской области В отношении административного ответчика То есть того лица, который отказался госпитализироваться Было вынесено постановление о проведении обязательного медицинского осмотра Госпитализации или изоляции, ну, как бы, от общего Изоляции граждан, находившихся в контакте с больными инфекционными заболеваниями Значит, в период с 22 марта по 24-е Этот гражданин был ознакомлен с данным постановлением И не находился по месту пребывания Бригадой он был доставлен в Кировскую инфекционную больницу Однако от госпитализации отказался и покинул медицинское учреждение Сбежал? Ну да, похоже Да, и указанное, конечно, свидетельство об уклонении его от проведения изоляционных мероприятий А также об угрозе безопасности неопределенного круга лиц Вот, и в этой связи у нас обратился Роспотребнадзор в суд И уже по решению суда данный гражданин был принудительно госпитализирован А как это вообще происходит? То есть вот его прямо из суда, кто приставы его повезли в инфекционку Ему сказали, съезди домой, забери вещи, а потом обязательно приезжай Сам процесс вообще как происходит? Вероятнее всего, его просто предупредили об ответственности, наверное, в том числе материальной За несоблюдение правил каких-то И я думаю, что добровольно, наверное, человек уже сдался Ну что значит сдался? Ну то есть он по решению суда должен прибыть в инфекционную больницу Если он не прибудет, то тогда решение суда исполняют судебную приставку Под конвоем, я думаю, что его никто не предупредил Да, потому что же была вот эта вот чудесная история, тоже не знаю, правда, чем она закончилась В Краснодарском крае жительница Кировской области Слобожанка, по-моему, находилась тоже на... Должна была находиться в карантине Потом в итоге у него подтвердился диагноз Но она сбежала из инфекционного учреждения, видимо, из госпиталя Ее объявили в розыск, потому что, видимо, она сбежала, ну совсем-совсем сбежала Вот, и то есть вот висели эти, как... Ну, понятно, да, ориентировки Слушайте, ну вообще, правда, действительно интересно, как это происходит Мне-то кажется, что все-таки, наверное, до силовых-то каких-то методов не доходит дело Но есть общий порядок исполнения решения суда То есть гражданин, соответственно, знает, что в отношении его имеется такое решение Он должен его исполнить У него для этого предоставляется время для исполнения Не исполняя дальше, это уже другой порядок Понятно Наталья, уголовные ответственности вы сказали Да, у нас изменения появились в статье 236 Это нарушение санэпид-правил, повлекшее, правда, по неосторожности массовое, именно массовое заболевание или отравление людей Здесь у нас штраф увеличился от 500 до 700 тысяч рублей Либо лишение свободы на срок до двух лет Нарушение этих правил, повлекшее, по неосторожности смерть человека Это уже штраф от одного миллиона рублей Либо лишение свободы, максимальное наказание от трех до пяти лет То есть граждан... Я правильно понимаю, это речь идет о человеке, который, например, зная о своем диагнозе или не зная... О человеке, о руководителе организации, хоть государственной, хоть частной То есть любой лицо может нарушить Который не принял меры к изоляции И вследствие этого заболел там кто-то еще Мне кажется, что очень сложно доказать, что один человек прямо вызвал массовое заболевание людей Мне кажется, что это больше относится скорее к организации И вот ситуация где-то в каком-то тоже из южных регионов была, когда заболела чуть ли не главврач какого-то А, главный инфекционист Да-да-да-да, который съездил и скрыл поездку, да, мы помним Вот у него там много сотрудников заболело, мне кажется, а тут вот какой-то такой случай как раз, наверное, может подойти Вероятно, да И новые появились статьи, это 270.1, 207.2 Это публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан То есть все вот эти фейковые новости, которые там связаны с коронавирусом, они могут повлечь за собой в том числе и уголовную ответственность Ну и публичное распространение, да, заведомо ложной общественно значимой информации, повлекшей тяжкие последствия Евгения, вы до программы про фейк говорили, про какой-то, да, это вот этого касается как раз этой истории? Да, это касается этого вопроса У нас как бы по поручению Генеральной прокуратуры, прокуратура Кировской области продолжает работу по пресечению распространения недостоверных сведений о ситуации с коронавирусной инфекцией И вот в начале апреля, в апреле текущего года, в ходе мониторинга сети интернет, был такой выявлен факт размещения недостоверной общественно значимой информации В социальной сети ВКонтакте была опубликована новость о количестве заболевших в Кировской области новой коронавирусной инфекцией, согласно которой 4 вновь заболевших человека прибыли из города Москвы К данному сообщению пользователям социальной сети Дмитрия Лошкина был оставлен комментарий с призывом сжигать инфицированных лиц вместо госпитализации Таких призывов было очень много на самом деле Да, с наличием действий неустановленного лица признаков преступления, которые предусмотрены частью 2 статьи 280 Тут публичные призывы к учитлению экстремистской деятельности Прокуратура Кировской области в территориальное управление УФСБ России по Кировской области направлено соответствующее постановление для решения вопроса о возбуждении уголовного дела Ну и помимо этого, Генеральная прокуратура Российской Федерации обратилась в Роскомнадзор с требованием принять меры по ограничению доступа к указанной информации Ну, то есть пользователя нашли? Нет, тут пока не установлено лицо, но в любом случае, даже если будет принято решение о возбуждении уголовного дела, оно может быть возбуждено и решение неустановленного лица Даже я, вот только я, в начале, начиная вот как первая вот эта женщина к нам поступила с коронавирусом из этого поезда Москва, Нового Уренгоя, дай бог памяти То есть вот эти призывы убивать, сжигать, распинать на театральной площади, ну то есть очень много всего, то есть они появлялись на регулярной основе Мне кажется, что это какие-то не очень здоровые люди, которые призывать к подобному могут в отношении кого угодно, вне зависимости, есть коронавирус или нет Нет, у меня тут из-за этого как бы их надо наказывать Нет, меня интересует момент как раз-таки с наказанием, почему получается, что вот у нас факт какого-то наказания, ну факт вообще один, хотя таких призывов, но их правда было много Мне кажется, их, наверное, не было Нет, он не один, я просто привела пример, который, ну то есть был не так давно, и как раз вот он в рамках вот этой работы, поэтому эти призывы, это так или иначе выявляются в ходе мониторинга, в том числе не только прокурорами, но и иными правоохранительными органами А вот у меня, знаете, какой вопрос, все-таки я помню тоже где-то вот, ну в апреле это была история, по-моему, там речь шла о жителе Котельнича, который где-то разместил пост о том, что коронавирус это все фигня, значит, там что-то придумано Коронагиссиденты Ради вживления каких-то чипов там и еще чего-то Теория какого-то там мирового заговора Да, 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 и в отношении него тоже, по-моему, были возбуждены какие-то дела там, да, как раз вот за фейковую информацию Я не знаю, он объяснял потом, что он пошутил, ну вот я не знаю, просто за такие вещи надо ли наказывать сурово Я понимаю, что Евгений, как представитель прокуратуры, наверное, нам скажет, что надо Ну подожди, мне кажется, еще очень сложно доказать в суде, что это действительно не мировой заговор Что это за недомоложное То есть он, когда, может быть, размещал эту информацию, он искренне полагал, что это да Мировой заговор Ну то есть он заблуждался А подождите, вот в такой ситуации, ну мы все пишем комментарии в социальных сетях, да Мы можем какое-то неосторожное слово там употребить, которое потом будет трактовано как-то иначе В такой ситуации человеку-то что делать? Вот если он хочет написать какой-то комментарий, да, который, ну в котором он, может быть, не совсем уверен Ему написать что? По моему мнению там, да, или я предполагаю Поверь по версии следствия, да Ну чтобы себя обезопасить от того, чтобы его потом вот обвинили в распространении фейковой информации Есть какие-то механизмы? Мне кажется, лучше вообще Не писать? Да, если ты не уверен, то лучше не писать Чем потом Семь раз отмери, не трогай Да, 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 да Чем потом поднимется вопрос там о возбуждении уголовного дела, придется искать адвоката Это будет долгая очень история, может быть, на выходе из этой истории ему и удастся доказать Да, 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 но лучше воздержаться То есть если можно не писать, лучше не писать Ну, тем не менее, вот как работают с призывами, понятно, да Как работаете с фейками? То есть кто-то сопоставляет информацию и говорит, так, нет, вот это фейк Где-то ее запрашивают Так, а вот это вот правда у кого? У Минздрава, у правительства, Роспотребнадзор Ну, то есть однозначно, каким образом у нас преступления, правонарушения выявляются? Либо это заявления граждан каких-то То есть кто-то отследил, увидел фейк, направил сообщение в прокуратуру, пожалуйста, в электронном виде Хоть в УМВД, хоть в УМВД А, ну, то есть это могут и сами органы власти быть? Это сами органы власти, любые физические лица, юридические, ну, кто угодно может направить Либо правоохранители это могут выявить и сами в том числе Но все равно же мониторинг какой-то, да, Евгения, ведется? Мониторинг, конечно, ведется, ну, я как говорила, конечно, и мы ведем его И сотрудники органов внутренних дел, ФСБ и так далее То есть это, безусловно, даже несмотря на сегодняшнюю ситуацию Да, это было всегда, так или иначе, как вы правильно сказали То есть призывы-то, они разнообразные, да, то есть они не обязательно привязаны Вот именно к тому режиму, который у нас сейчас, да, там, ведем И той ситуации, которая у нас санитарно-пезимологическая наблюдается Поэтому здесь надо всегда, когда ты размещаешь какой-либо пост Когда ты пишешь какой-то комментарий, ну, думать, что ты делаешь так или иначе Уверен ли ты на сто процентов, да, в достоверности источник Да, я как правильно сказала, Антали, лучше не писать Если можно не писать, да Если ты в чем-то сомневаешься и как бы не совсем знаешь закон Зачем? Ну, в общем, не подставляться лучше лишний раз Вот смотрите, мы с вами сейчас разбирали такие, ну, так сказать, не знаю, там, крайние, да, случаи Вот, когда человек либо болен, либо вернулся откуда-то из, ну, там, потенциально опасного региона, да, или страны То есть у него есть причины соблюдать вот те правила, которые предписаны И получить наказание за нарушение там этих правил Если мы берем обычных граждан, наших кировчан, которые там с начала марта сидят здесь в городе Никуда не выходили, никуда не выезжали Вот, а насколько в отношении них могут быть там применены какие-то меры За нарушение вот этого вот нашего непонятного режима Ну, вы знаете, да, что очень много мемов в социальных сетях Ну, потому что никто не понимает, вот этот режим самоизоляции все-таки, насколько он обязателен Все говорят, что он обязателен для граждан старше 65 лет Но при этом мы видим в общественном транспорте, особенно сейчас, большое количество пенсионеров, которые поехали на дачу Мы видим даже в постановлениях, да, и в новостях наших региональных властей, которые размещаются Призывы к таким людям, что если вы куда-то поехали, пожалуйста, там, да, соблюдайте дистанцию, носите маски То есть, с одной стороны, вроде есть... Подожди, в одном из последних постановлений людям старше 65 лет разрешили самоизолироваться на дачных участках Да, но до туда доехать еще надо Это еще не только люди старше 65 лет Это все люди с хроническими заболеваниями, а их намного больше Да, но потом еще больше сумбура добавил этот пресловутый масочный режим Который тут тоже у нас представитель Роспотребнадзора плавала-плавала И никак не могла понять, сама, видимо, обязательно это, рекомендательно это или что Ну, мы столкнулись с тем, что есть несколько ведомств, да, есть Роспотребнадзор, федеральные ведомства Есть наши органы, там, региональной власти, есть еще кто-то, да, кто, там, ну, полиция, например, ОМВД, да, кто следит за соблюдением И никто из них точно не знает, все-таки обязательны маски или нет Надо их носить в обязательном порядке Соответственно, все, что получали мы, все, что получали люди, это вот некие обтекаемые формулировки То есть в постановлении правительства написано, граждане обязаны нашего регионального, при этом там у правительства и Роспотребнадзора говорят, это рекомендация То есть ответственности за это не предусмотрено Мы не можем понять А как вы со всем этим работаете? Давайте вот разберемся вообще, ну, что такое самоизоляция, да, то есть очень часто задают такой вопрос Почему я должен сидеть дома, я не хочу Это мое право или обязанность? То есть на самом деле законодательством не закреплено такое понятие, как самоизоляция Но если исходить там из других норм, да, сейчас я на них остановлюсь Мы как раз с вами придем к тому, что все-таки разберемся, что же у нас происходит Значит, в соответствии с положениями постановления главного государственного врача Российской Федерации от 30 марта 2020 года Высшим должностным лицам субъектов Российской Федерации предписано обеспечить ограничительные мероприятия Включая режим самоизоляции Если мы говорим о Кировской области То в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции Указом губернатора от 17 марта текущего года В соответствии с положениями федерального закона о защите населения и территорий От чрезвычайных ситуаций природного и тихногенного характера на территории Кировской области Был введен режим повышенной готовности В последующем постановлением правительства Кировской области О 25 марта 2020 года На территории нашего субъекта Начиная с 26 марта Введены ограничительные мероприятия То есть карантин Значит, в федеральном законе Российской Федерации Санитарно-эпидемиологическом благополучии населения Закреплено Что ограничительные мероприятия Карантин Это административные, медико-социальные, ветеринарные и иные меры Направлены на предотвращение распространения инфекционных заболеваний И предусматривающий особый режим хозяйственной и иной деятельности А также ограничения передвижения населения Транспортных средств, грузов, товаров и животных Вот, на этом мы сейчас сделаем паузу Сделаем перерыв на полторы минуты И вернемся в студию Продолжаем разбираться в том Как надвести себя гражданам Во время режима самоизоляции Того самого, который действует на территории Кировской области В нашей студии Наталья Костина Руководитель уголовной практики Кировского филиала Московской коллегии адвокатов Яковлев и партнеры И Евгения Будко Помощник прокурора Кировской области По правовому обеспечению Рассмотрению обращений и приему граждан Нужно нам очень быстренько сейчас определиться Все же, что мы должны, а что не должны делать При режиме повышенной готовности Скобочка карантин Мы должны соблюдать Те требования, которые предусмотрены Для такого периода То есть это самоизоляция Самоизоляция Это ношение масок в общественных местах Невыполнение правил поведения Приведение режима повышенной готовности Соблюдение социальной дистанции Получается Вот, ну и соответственно Те лица, которые подпадают В тот круг Если там они как раз Вот уже у них есть какие-то предположения Что они могут заболеть У них есть подписания Потенциально опасные Либо у них есть предписания То есть вот Для них у нас есть Другая административная ответственность Но в том числе уголовная Если она повлечет Заражение И вот сейчас проблему обозначим С которой я столкнулась вчера В уголовном процессе Как адвокату соблюдать Социальную дистанцию с клиентом Идет процесс Во время процесса Да Сидим в масках В перчатках Значит, клиент задает вопрос Чтобы услышать вопрос клиента Нужно приблизиться к нему Чтобы соблюдать порядок судебного заседания Нельзя громко разговаривать И, как говорится Процессуальных оппонентов там И мобильными телефонами пользоваться тоже нельзя В этот момент Ну, почему? Можно, но это неудобно Приходится приближаться к клиенту Адвокату Невозможно оказывать помощь доверителю С соблюдением социальной дистанции Поэтому вот Такой вот парадокс Получается, что мы все нарушители Вы практически как врач-стоматолог Он тоже не может соблюдать социальную дистанцию Парикмахер, расскажите, как можно Ну, парикмахер-то, по крайней мере, хоть повыше там стоит Своим клиентом Выше, не выше, тем не менее Социальная дистанция нарушена Это сложная, да, история, конечно Мера ответственности, Евгения, какая там для граждан? По-моему, вы говорили о тысяче, да? За нарушение Да, вот если говорить как раз Об ответственности административной Которая установлена за нарушение режима самоизоляции И не выполнение правил поведения, да? То предусмотрена административная ответственность Для граждан от 1 тысячи до 30 тысяч рублей Слушайте, так ведь это же вот замечательный способ пополнения бюджета Выходишь, садишься в общественный транспорт Наблюдаешь там на 30 человек в салоне двух пассажиров в масках Всем остальным выписываешь штраф Где это? Не подкидывай Ну, самое главное Я думаю, что в этой ситуации надо исходить из того Что все эти меры так или иначе предпринимаются Для того, чтобы приостановить распространение И чтобы все вот эти ограничители мероприятия Поскорее закончились, люди не болели и так далее То есть, да, есть какая-то там Судя по сегодняшней статистике, не очень-то это работает Это просто майские праздники сказали Вот, поэтому давайте как бы исходить из этого Поэтому здесь, конечно, доля ответственности каждого человека, да? Кто на самом деле, вот и мы тоже сталкивались с том Что вот люди старше 65 лет, да, они приходят к нам на прием Ты их спрашиваешь, вы как бы слышали вообще, да, об этом? О том, что вы так-то дома, вам рекомендовано находиться Потому что вы подпадаете в такую-то категорию Ну, именно, что вы можете заболеть Они не думают о своем, им главное принести жалобу То есть, начинаешь разъяснять, что есть иной способ подачи, да? Ну, вот так Просто люди, многие, не задумываются сами о своем здоровье Это не самосознательные у нас, да, получается? Ну, у нас в этом смысле, конечно, граждане не такие дисциплинированные Как вот во многих других странах, где там жестко соблюдают, да, все нормы и правила У нас, раз не ходит большая часть народа в масках, значит, можно не ходить в масках Ну, на самом деле, раз штрафы, да, не выписывают, как в Москве вот приходят, да, штрафы там за день Можно заработать их несколько Значит, ничего страшного Ну, слушайте, в Москве, мне кажется, там ситуация прям совсем с другой стороны Потому что вот тут недавно буквально рассказывали там про случаи, когда человек находится вот на вот этом вот карантине Которые обязательны, и он должен отчитываться, то есть делать селфи, отправлять его куда-то Но система, видимо, делалась в торопях, она висит, и такие запросы могут приходить там Ночью Каждую минуту, они могут приходить ночью И то есть ты не успел ночью через, с разницей в две минуты отправить свое селфи И выписываются вот эти огромные штрафы, которые ты никак не можешь обжаловать, потому что все было закрыто Ну, в общем, это тоже какой-то не очень выход из ситуации Нет, несмотря на то, что все было закрыто, срок обжалования это ведь не истек То есть те дела, которые рассматривались, они приостановлены И, в общем, это уважительная причина Суд рассмотрит все равно все жалобы грамотные Со временем Давайте, наверное, все же перейдем к нарушителям К взрослым нарушителям закона, я бы так сказать Не к тем, кто по несознательности своей или разгильдяйству не ходит в маске А все-таки вот к статистике именно по преступлениям уже Я не знаю, мы общую картину можем дать или нет Все-таки не так много времени еще прошло С момента начала всех этих мероприятий Возможно, еще просто даже не подсчитано ничего Но вот из того, что я вижу в СМИ Первое, что я вижу, это, конечно, история с мошенничествами Потому что этой ситуацией с коронакарантином Как и многими другими ситуациями Ушло, и люди воспользовались очень быстро Да, вот смотрите, то есть у нас активизировались мошенники Как ранее они обещали пожилым людям различные компенсации Сейчас они обещают компенсации, связанные с ущербом от коронавируса Опять просят сообщить данные банковской карты Персональные сведения и, соответственно, исчезают с деньгами, да, с карты пострадавшего То же самое сейчас продают фальшивые лекарства Сборы средств на благотворительность якобы Мошенники прикрываются волонтерами Просят сдавать средства Значит, соответственно, перечислять денежные средства Просят Появились двойные сайты То есть сайты интернет-магазинов, да, дублеры, которые, по сути, фейковые Люди перечисляют деньги и не получают никакой товар Далее, что еще можно сказать? Дезинфекторы Вот расскажу сама, потому что на своем подъезде И это случай в Кирове Это кировский, да? Это кировский случай, да Полиция нас предупреждала о том, что к вам могут в дверь позвонить люди-дезинфекторы В масках, в халатах Сказать, что необходимо обработать вашу квартиру Продезинфицировать от коронавируса Там выявлен, допустим, случай Усыпляют газом граждан Выносят имущество из квартиры То есть нас предупреждала об этом полиция Конкретно в юго-западном районе У нас на подъезде висело такое объявление В самом начале, получается, вот режима самоизоляции То есть это март месяц был Усыпляют газом граждан Вот преступная группа какая-то Это же они чем-то должны доступом к чему-то прям серьезному обладать Ну вот То, что в интернете рассказывают Это дезинфекторы, которые, конечно, за деньги предлагают дезинфекцию Которая, по сути, обработкой не является Водичкой опрыскают квартиру обычную, условно говоря Водичкой с чем-нибудь, со спиртом, чтобы запах был немножко Телефонные мошенники точно так же остаются, как и были Предлагают отсрочки по выплате кредитов, компенсаций Пособия, возврат денег за авиабилеты Услуги диагностики заражения коронавирусной инфекцией Также волонтерство Пытаются опять же снова выяснить данные банковской карты Пароли из СМС И просят осуществить платеж на сторонний счет То есть, в общем, все то мошенничество, которое было, оно осталось Только сейчас они прикрываются темой коронавируса Слышала еще, тоже появились, правда, не углублялось Либо сайты-дублеры, либо просто какие-то сайты, которые Собирают тоже информацию, либо, видимо, фишингом занимаются По поводу вот этих выплат, которые от трех до семи И вторая-то до шестнадцати лет, которые вот эти путинские Все эти выплаты Тоже, да, мошенники и этим воспользовались То есть, да, страница повторяет название официальной страницы сети интернет-госуслуги Но к ней там, допустим, приставка, циферка или буква Мне вот только интересно, почему, да, у нас контролирующие органы Не блокируют сразу же эти сайты Мне кажется, они просто распространяются с бешеной скоростью Даже если мы пойдем по сайтам, которые сериалы, извините, предлагают онлайн смотреть Как они быстро ориентируются в ситуации А здесь Если говорить, например, о зеркалах той же самой аждерески То есть все, что тебе нужно сделать, это отправить письмо по электронной почте пустой И тебе через две секунды приходит зеркало, ты его включаешь и все спокойно смотришь То есть этот процесс, он неуловим вообще Это все сейчас очень сложно, оперативно, мне кажется, да, там пресечь Да, поэтому снова хочется предупредить граждан Будьте осторожны Будьте осторожны И бдительны Да, и еще ведь я так понимаю, что есть определенная, я не знаю, статистика, не статистика По тем преступлениям, которые не в виртуальном пространстве происходят, что называется А вот в реальной нашей жизни Эта история с кражами, с грабежами Их стало больше или меньше? Ну, мы можем сказать о том, что вообще с начала текущего года У нас снизилось количество преступлений, совершенных на территории Кировской области По сравнению с предыдущим годом Вот, как бы сейчас какие-то итоги подводить именно по тому, как вот этот режим самоизоляции отразился на преступности Наверное, еще рановато, во-первых, у нас еще не совсем, он еще не закончился Вот, и об этом, я думаю, можно будет говорить позже Но вот это вот снижение преступлений, совершенных на территории нашей области Это как бы имеет место быть А оно значительное? Ну, оно не совсем значительное, но на 3,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года Ну, например, в то же самое То есть все равно умудряются как-то красть, несмотря на то, что люди дома сидят Вот именно кражи, вот именно число краж у нас увеличилось на 12,3% Сумасы Вот, это было уже мошенничество, ну, учтенное, да, возросло на 3,6% То есть также отмечается рост мошенничества при получении выплат Да, тоже о чем говорили А бытовое насилие, то есть медики заявляли о том, что пока мы находились на самоизоляции Очень было много бытового насилия Ну, это тут вот, я даже не знаю, есть ли это в статистике отдельно Ну, вот, например, даже против собственности преступлений тоже стало больше Ну, к примеру, количество преступлений против половой неприкосновенности, да, сократилось практически на 40% Против жизни и здоровья граждан также снизилось число убийств Причинение тяжкого вреда здоровью Тоже Стало меньше Нет, как раз умышленное причинение тяжкого вреда здоровью увеличилось Вот, а именно количество убийств снизилось и покушение на них То есть вот это вот, ну, такая статистика за 4 месяца Я говорю, то есть именно потом проанализировать этот весь момент, конечно, мы это будем в любом случае делать Потому что, ну, это как бы нужно будет Более развернутый Да, более развернутый Когда закончится весь этот период, как бы нам проанализируем И как бы это можно будет донести до граждан, если это будет интересно Уже будет такая анализ Да, у нас остается минута до конца эфира И мы не успеваем, к сожалению, большому поговорить о нарушении трудовых прав граждан Да, это тоже важно вот сейчас Да Да, Евгения, ну, я, насколько понимаю, у прокуратуры работает горячая линия по-прежнему Та, которая была запущена в апреле еще, да, и можно туда обращаться Да, все правильно, у нас работает постоянно действующая горячая линия По вопросам защиты трудовых прав граждан в настоящий период Ну и также защиты прав предпринимателей иных лиц Все, что касается вот сегодняшней ситуации Граждане имеют возможность оставить свое сообщение, позвонив на телефон 38 11 53, он работает в режиме автоответчика Но мы ежедневно все прослушиваем И если имеются сведения, то есть фамилии, имя, отчество обязательно нужно указать Телефон, по которому связаться, адрес, по которому проживают И суть обращения Вот, по всем по ним мы составляем рапорты И проводим проверки в общем порядке, как по 59-му закону Как обращение, поступившее в органы прокуратуры Помимо этого, граждане, юридические лица, предприниматели Имеют возможность обратиться к нам в электронной форме Это можно сделать следующим образом Оставить это сообщение в интернет-приемной На официальном сайте прокуратуры Кировской области Там ссылочка есть прямо на главной странице Да, есть такая, да, иконка И самое главное, что когда вы к нам обращаетесь Такими способами, обязательно указывайте подробно свои сведения Потому что даже если есть какое-то сведение о нарушениях закона Но в то же самое время не прописана Какая-то организация, к примеру, допустила Либо нет конкретных сведений о лице, которое к нам позвонило Того же самого сотового телефона Мы не имеем возможности уточнить эти сведения Да, и связаться с человеком пригласителем Мы вынуждены вас уже остановить Пора нам очень-очень-очень быстро закругляться Евгения Бутко, Наталья Костина Мы прервемся на 20 минут и вернемся уже с другой темой Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова